Будь услышанным или чего хочет современная молодежь, в Калмыкии обсудили новый нацпроект «Молодежь России». Как напомнили спикеры и руководители агентства по делам молодежи и председатель Совета оригинального отделения движения «Первых», проект анонсировал президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Он посвящен будущему страны, поддержке молодежи, а также консолидации позитивного опыта в сфере молодежной политики. Но сейчас самое главное не остаться в стороне и услышать предложения по проекту от самих ребят. Мы здесь призываем нашу молодежь, нашу активную молодежь, не только в нашей республике, все, кто находится за пределами республики, активно вносить свои предложения, как вы видите данный национальный проект, какие мероприятия для своей малой родины, для своего поселка, для своего районного центра, города, где вы родились, для нашей столицы Элисты, как вы видите, в каком виде вы видите для нашей молодежи новое пространство, инфраструктуру, рабочие места, какие идеи можно воплотить в рамках этого национального проекта. Все это можно сделать, зарегистрировавшись на портале государственных услуг и по ссылкам сбор предложений в рамках деятельности Федерального агентства по делам молодежи заявить свое видение, свои предложения, концепцию, либо обратившись на наши информационные каналы, каналы Агентства по делам молодежи Республики Калмакия. Таким образом, вы поучаствуете в разработке новой, совершенно новой программы на предстоящие годы. Действительно, сейчас очень много разных возможностей, и здорово, что президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию определил, что в России будет новый национальный проект «Молодежь России», и сейчас есть возможность стать соавтором данного проекта, внести свои предложения о том, что должно входить в этот национальный проект. Это могут быть как инфраструктурные какие-то моменты, так и в развитии деятельности вообще в целом в сфере молодежной политики. Мы этой возможностью уже пользуемся, подаем свои предложения через государственные услуги, через сайт. Здорово, что у нас есть такая возможность. Помимо этого, в ходе общения с журналистами участники брифинга обсудили реализацию грантовой деятельности для молодежи на территории Калмыкии. Уже значительные сдвиги происходят благодаря государственной поддержке на федеральном уровне, на республиканском уровне. Здесь у нас в Калмыкии, благодаря Бату Сергеевичу Хасикову, сегодня создаются новые пространства, реализуются большие масштабные мероприятия, открываются новые общественные объединения, молодежные, детские организации. И это все создает новые условия, новые возможности для нашей молодежи. Молодежь активно участвует в этих направлениях. С нашей стороны задача создавать для них новые условия. Помните такой проект, как «Регион для молодых», который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня благодаря этому в республике проводится ремонт загородной резиденции дачи Городовикова. На пороге мы стоим к началу ремонтных работ другого значимого объекта. И сейчас уже дан старт разработки новой заявки республики Калмыкия на предстоящие 25-26 года. Также спикеры упомянули, что открылся прием заявок на конкурс «Росмолодежь-гранты». Заявить проект, направленный на решение конкретной социальной проблемы, могут инициативные молодые люди от 14 до 35 лет включительно. К слову, в 2023 году из более 57 тысяч заявленных идей 4300 получили поддержку. Можете любую социальную проблему, которую вы считаете нужно решить, заявить и получить на это государственную поддержку, если вы пройдете и будете соответствовать всем критериям отбора. Эксперты у нас носят непредвзятый характер. Экспертами становится тоже отдельным отбором. По всей России будут эксперты смотреть вашу заявку. Чем качественнее она будет проработанная, чем будет больше соответствия с современным реалем, тогда уже вы гарантированно получите государственную поддержку. Ребята здесь уже активно участвуют. В этих направлениях за предыдущие годы с 3 миллионов до 200 миллионов увеличилось количество, объем точнее суммы, поддержанной в рамках грантовых конкурсов.